Что такое бронепробег? Это лайки, тяжелые бои были на границе именно Брестской крепости. Наши женщины не побоялись ехать на броне, и эти моторы были полностью восстановлены. Добрый день, вы смотрите «Открытый канал», и с вами Саша Найденова. Сегодня у меня в гостях Сергей Жирновой, участник бронепробега «Дорога к мужеству». Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите сначала, что такое бронепробег? Бронепробег? Это просто, это собрались машины, бронированные с экипажами, и поехали. Это бронепробег. А «Дорога мужества» это? А это уже мероприятие. Не просто так проездка. А организаторы поставили себе задачу отметить 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Это крайне скорбная дата для всех жителей нашей страны, России и стран СНГ, то есть 15 республик, которые у нас были, потому что воевали все. И организаторы решили отметить эту скорбную дату бронепробегом. Военно-техническое общество «Московское», они занимаются реставрацией военной техники, приобретают ее в самых разных ситуациях, то есть в том числе и на помойках где-нибудь находят, и делают полную реконструкцию, восстановление техники до его первичного состояния. И на этой технике они уже второй год организовали, организовывают и проводят бронепробег «Москва-Брест-Москва». Боли и судеб сложилось так, что я узнал через средства массовой информации, через радио, что есть такая структура, как военно-техническое общество «Москве», которое занимается этими вещами, и что они готовятся к поездку. И созвонившись с организаторами, получил фактически мгновенное согласие, что нас уберут в эту общую команду. От Саратова поехала наша делегация «Брест-Москва». А сколько у вас человек было? Пять человек у нас было. Причем из них три мужчины и две женщины. Мы поехали семьями. Наши женщины не побоялись ехать на броне. Так на броне-то и не страшно. Ну да, но на броне, в броне ехали мы на двух машинах. БРДМ-2 подготовленная. Это бронированная разведственная десантная машина. И автомобиль «Волкадав» – машина технической поддержки. Автомобиль «Волкадав» достаточно легендарный. Принимал участие в многих экспедициях. Причем некоторые экспедиции даже вошли в книгу рекордов Гиннесса. Мы делали экспедицию на таких машинах для «Фольксвагена». Делали первопрохождение в «Анавару» на 105-летие по день Тунгусского интерьета. На «Мань-Папунер» ходили. То есть автомобиль такой специфический. С 2014 года постоянный участник акций гуманитарных на Донбасс. То есть уже более 10 раз ездили туда. То есть машина такая своеобразная. И такой командой мы доехали до Москвы. И 16-го числа влились в общую колонну. Старт у нас был дан с «Поклонной горой» с «Парка Победы Москвы». Предугадывая события 22 июня вы были в Бресте. Да, задача наша была попасть в ночь с 21-22 в Брест. Успешно была выполнена. То есть мы не просто доехали. Мы ехали еще через города Голицыно, Вязьма, Бородино, Смоленск, Орша. То есть мы там останавливались. Нас встречали местные жители. Мы возлагали цветы к мемориалам, к памятникам. То есть у нас акция была не просто проехать, как таковая, но еще в обязательном порядке отметить в памятных местах регионов эту дату. Мы были в Минске на линии Сталина. Были в Смолевичах на Кургане Славы. Были в Березе, Белозерске. То есть посетили по пути города. И 21-го вечера мы были в цитадели Брестской крепости. А в ночь в 0 часов где-то 30 минут началась инсталляция в самой цитадели. И была инсталляция по обороне Брестской крепости. Причем с демонстрацией некоторых самых трагических моментов обороны. Реконструкторы были, в том числе и Саратова. У нас там ребята играли за НКВД. То есть команда Дельвейцев была там, Саратская. А это там еще могли просто обычные люди прийти и посмотреть на все это? Да, конечно. Все, кто считал нужным, пришли. Было достаточно много людей. Сколько-то тысяч. Сколько сложно сказать. Были в том числе и представители Рязанского училища. То есть воины наши были курсанты. Были представители еще каких-то там подразделений. Но те, кого я видел близко. А так из России, из Белоруссии были подразделения воинские. Которые тоже помогали в реконструкции и просто были зрителями. И они возлагали гирлянды цветов памятнику мужества. Базовая задача была решена. И мы назад уже поехали по тем городам, которые мы... Не захватили сначала. Да, не захватили, да. И также сделали в заложении цветов. И наш бронепробег официально закончился 26-го числа. Опять же, в Парке Победы на Центральной площади на Поклонной горе. А Брест выбрали, потому что началась война оттуда? Выбран из-за того, что самые тяжкие бои, самые тяжелые бои были на границе именно Брестской крепости. Крепость месяц не сдавалась до полного уничтожения фактически защитников. До полного уничтожения. Немцы в бессилии даже сбросили бомбу Сатана весом 1900 килограммов тротила. Кроме наших саратовских машин, о которых мы уже знаем, расскажите, кто был еще? И там все из Москвы были? Нет, были еще команда. Называется она «Мы из прошлого». У них эмблема «Герб СССР». И «Мы из прошлого». И машина у них, техника, тоже времен расцвета Советского Союза. То есть это ДИС-164, ГА-63 машины. Это с Иваново, с Ярославской области. Оттуда они. И сами ВТО подготовили автомобили БТР-40. Это до военного выпуска. БРДМ-1. Это послевоенная машина. Подготовили БТР-152 машину. Это тоже интереснейшая машина. В простонародии называют «Колун». Она, правда, была слизана с образца немецкого бронетранспортера. Но, тем не менее, тоже в нашей Советской Армии принимала участие. То есть вот такой. И БРДМ-2. То есть такие вот машины. Причем на БРДМ-2 военно-техническое общество уже в этом году второй раз будет не только бронепробег делать, но они еще переходят в Кернежский пролив. Была операция по освобождению Крыма летом 1944 года. И они в прошлом году, в середине июля, делали. И вот в этом году, 22-23 июля, тоже планируют перейти к Кернежский пролив на двух БРДМ-2. Причем один экипаж чисто женский. Был организован достаточно неплохо, потому что люди выиграли президентский грант. То есть делали все это на деньги президентского гранта. То есть нас обеспечили полностью топливом, заправкой. Нас обеспечили проживанием комфортным. То есть организаторы рассчитали движение по маршруту таким образом, чтобы мы могли не сильно вымотавшись, доехать докуда, сделать мероприятие для жителей какого-то города, региона какого-то. И вечером нас расселяли в гостиницах, питание было обеспечено. Мы имели возможность, корректно, при необходимости обслужить технику. То есть у нас парковки были правильные, хорошие, рядышком с местом проживания. То есть все было достаточно неплохо организовано. То есть каждый вечер мы где-то останавливались в каком-то городе. Или за городом после мероприятия официального. И уже отдыхали утром старт. А поскольку часов в пути проводили в среднем? Ну мы, сложно сейчас сказать, но где-то часов в день мы ехали часов в семь примерно. Потому что мы ехали до обеда, проводили какое-то мероприятие. Ну, допустим, из Вязьмы едем в Смоленск. Из Смоленска едем в Оршу. Из Оршу едем в Смолевичи. Вот эти вот переезды, они разные. Длины от 120 километров до 300. Очень сложно управлять такой большой колонной. У нас было 14 бронемашин. Вот, 14-15 техники. Плюс у нас шел автобус, если вдруг кому-то там поплохело, чтобы люди могли в кондиционированные. Но там мало кто-то сбегал. И шли три эвакуатора. Три мощных эвакуатора грузовых, которые при необходимости должны были оказывать помощь участникам. Но, слава богу, не пригодились. Такая вот колонна шла, достаточно серьезная. На 700 метров она у нас по трассе растягивалась. Вот, нас сопровождали сотрудники ГИБДД. То есть, в город, когда мы подъезжали, нас встречали, сопровождали до места. Вот, потом нас с помпой выпроваживали. Чтобы никто никого не поцарапал, не зацепил. Чтобы через города могли мы спокойно проезжать. Потому что пробки никто не отменял. То есть, нас в этом плане корректно провожали. То есть, мы спокойно заезжали в город, беспроблемно. И нас спокойно провожали. То есть, в этом плане военно-техническое общество, конечно, организовало по высшему классу все. То есть, была абсолютно соблюдена безопасность для всех участников дорожного движения. Были соблюдены достаточно нормальные, комфортные проживания. Потому что у нас были женщины. То есть, не только в нашем экипаже были женщины, но и в других. Дети были. Даже детей с собой брали? Да, даже, представляете, дети ехали. Как другие автомобилисты реагировали на вас на трассе? Ну, реакция была совершенно однозначная. То есть, это лайки пальцами. Это бибики. Вот и прочее. Вот это постоянное махание. То есть, те люди, которые у нас ехали на броне. Вот. Ну, такая была уже шутка у нас дежурная. Как Брежнев, рука уже устала так держать махать. Потому что надо ответить человеку. Обязательно тебе машут, но неприлично. Поэтому надо ответить. Ну, руки не опускались. Те, кто на броне. Вот. Мехводы, конечно, ехали внутри бронетехники. А наши экипажи располагались. У нас были формы одежды специальные. Вот. Псевдовоенные. А в Градо объезжали? Вот там, как люди реагировали на вас? Реакция была крайне положительная. Потому что люди были, во-первых, подготовлены. Все сумасы информации каждого города. Было проговорено, кто едет, что едет, зачем едет. И многие приходили, если не могли там дойти до центральной площади, куда нас там располагали, там на пару-тройку часов. Для того, чтобы делать флешмоб, селфи там, кто хотел. Просто полазить по технике, познакомиться. То есть мы разрешали. На, пожалуйста. Даже внутрь можно позвать. Внутрь нет, не пускали. Потому что если пустить пару-тройку мальчишек лет до 10 внутрь, то она больше никогда не поедет. Все сломают. Нет, они разберут. Не сломают, разберут. То есть, поэтому для безопасности внутрь не пускали, а снаружи, да, пожалуйста, все, что хочешь. А раритетная, она же вот хорошо выдерживает такие нагрузки техник? Вы знаете, люди, которые занимались подготовкой этой техники, они ее довели до состояния, наверное, лучше, чем выпущена с завода была. Потому что фактически только наша машина, вот наш Бердем, был с новым двигателем. То есть мы поставили дизельный двигатель туда. А раньше, к сожалению, в 40-х, там, 50-х годах машины, год выпуска, какие принимали участие, тогда не было нормальных дизельных двигателей для этих машин. И были бензиновые моторы. И эти моторы были полностью восстановлены. То есть были восстановлены моторы, трансмиссии, ходовая часть, кузова, рамы, колеса, все, мосты. То есть все-все-все было перебрано, восстановлено, заменено, реанимировано. И машины, вот ВТО, у них как раз и задача сделать, подготовить аутентичные автомобили. То есть вот он должен полностью соответствовать до последней гайки тому, как вот он вышел с завода. И они такие вещи реализовали. И машины были доведены до состояния, что они проехали спокойно. Какие у вас эмоции остались от такой поездки? Ну, эмоции достаточно серьезные, потому что памятная дата. Все мы помним и должны знать, что это такое, что такое война. Вот поэтому тут и радость при приобретении, как говорится, вот этого маршрута. И в дань памяти это сложный такой комплекс, конгомерат эмоций. То есть это не так, что когда там какое-то спортивное мероприятие, ты достигаешь точки финиша, то есть ты как бы в эйфории полнейшей. Здесь такого, естественно, не было, но само ощущение причастности, оно, конечно, присутствовало. Спасибо большое. У меня сегодня в гостях был Сергей Жарновой, участник бронепробега «Дорога мужества». Спасибо, что смотрели нас. Не забывайте ставить лайки, расшаривайте видео и увидимся через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова